здравствуйте друзья у нас продолжается эпопея с блогерами которые съезжаются из разных мест в калифорнию в портнов компьютер school и у нас ну представляйтесь может вас кто не знает кто меня не знает меня зовут александр blackwell и я приехал сюда вчера ночью проехал через америку на машине из флорида надо сказать что александра я показывал когда он еще жил где-то на алтае что ли по науле где в этом я в челябинске полтора назад то есть уже сам не помнит сколько 18 сейчас 21 месяц вот чужие дети то взрослеют быстро значит александр тогда получил приглашение из канадского какого-то университета у него был канал на котором он значит рассказывал как получать приглашение из канадских университетов потом ему визу в посольстве не дали и он сказал тогда так не достанься ж ты никому воткнул нож в сердце канадской мечты и приехал в америку самом деле моя мечта той была американская просто думал как через канаду пойти то есть хотел схитрить на но как оказалось гораздо проще если эти на прямой значит он тут во флориде немножко пошлил как-то где где вы были конкретно во флориде и как там вообще я был возле орланда в городе кисиме это минут 5 до диснеланда там местного да вы что и как там там очень очень красиво но из-за того что солнце слишком сильное глаза очень плохо реагируют то есть вы как человек из челябинска вам было слишком солнечно так потом я затонировал машину лобовое стекло нелегально там это не легально как калифорния а я как у нас тоже нелегально нельзя а у меня вот сбоку тонированные не уверен в калифорнии переднее стекло вообще нельзя передние боковые нельзя полностью хочу я уже купил такой не станет они ничего страшно не пришлось купить очки такие хорошие которые зеленым цветом действительно видно всю красоту орландо это не то же самое место где вот там можно сказать сгусток блогерской активности там вот и флорида ялта и вот там наталья квик это может наверно там еще есть там какие-то еще есть во флориде много блогеров но этих двух там они там я один раз приехал в русский магазин ресторан магазин ресторан после и универсал стадиус между прочим находится на удивление так я там что-то гречку купить захотел или что-то такое и там такая прозащица а что вы без камеры где ваша камера то есть вас узнали но это такое место которое между прочим сами американцы тоже любят заезжать туда прежде чем они отправятся в путешествие каким-то родственникам которые там с латвии или из литвы они берут какую-нибудь гречку из русского магазина кто любит то что больше там нигде вот друзья так вот живут во флориде выходцы из бывшего ссср есть еще интересная статья так я прилетел когда 32 часа я летел на самолетах с пересадками со всеми на и в первый день я поехал снимать квартиру которую мне сказали что приезжая на есть но на самом деле и кто-то забронировал же и я такой на расстроенных чувствах дима шишки мне посоветовал в этот ресторан поехать он же местный а он же там из орланды и приезжаю я в этот ресторан и первая девушка официантка с которой я познакомился оказалась челябинского это через две улицы как-то вообще вот во флориде я хочу сказать там же жарко там же все ходят в купальниках наверно так легко такие открытые ходят еще как и по улицам девчонки тоже про них но бодрит как-то это вот как-то настроение отвлекает от дороги настроение повышается улучшается на самом деле самое мощное такое впечатление что меня отвлекало от дороги это небо орландо скажем что-то могущественное но по сравнению с русским с которым я видел подойти а вот вы всю америку проехали как в америке вообще с небом в каждом штате вообще по-разному и небо потрясающе например вот орландо облака просто гигантские и они очень такие пышные прям чувствуется мощь водой так миллион раз больше чем в россии кажется не да потому что да потом я ехал по моему через техас это было не очень погода все затянуто но молнии были на сегодня просто то есть ни одна молния которая в землю лет она по небу как сетка такая просто во все друзья кто любит красоту поезжайте техас и будете там молнии снимать кто любит кто любит допустим потрясающие закаты то в оклахома сити они просто потрясающе там такие перистые облака и переливаются а люди в оклахома сити как хорошие такие добрые или пьяненькие там какие вот по людям я не могу сказать что кто-то кардинально отличается кроме техаса и миссисипи так да про миссисипи давайте про техас мы знаем они все в сомбреро так что в миссисипи лучше не заезжать даже близко полезно это первое место в котором мне даже заправиться стрёмно выйти из машины там а там есть какой-то белый человек вокруг это белый человек миссисипи или там белые человеки тоже страшно белые человеки не наблюдал а ну то есть такое странное место там все дороги разбитые то есть там все ужасно это худшее место по моему из тех что я проезжал я проехал 11 штат это вот со времен тома сойера можно сказать вот ничего не изменилось кто читал конечно тома сойера там все сплавляются до сих пор на лодках по реке там очень дешево но не случайно дешево но не вы проехав по через всю страну значит на автомобиле что скажете за страну вот как как страна в целом вот так из-за руля как страна очень огромная понимаешь что есть очень много места для роста просто то есть и поселиться новому иммигранту там конечно нет не то что мы там перенаселенный она все что еще дороги качество дорожного покрытия вы скажете качество дорожного покрытия потрясающее за редким исключением калифорнию в этом смысле как-то выделяется горьше в калифорнии хуже дороги чем еще где-то я бы не сказал они свыше среднего скажем так самые лучшие были как лохома сити и литл року в арканзас там просто машина плыла потрясающе на 100 с лишним я сейчас а что за машина у вас у меня фиат 500 теку маленький такой ну да вы чувствительны к качеству не сказано плавно есть плавно плавно я просто говорю что поскольку у нас даже где амитария я издал такой да поскольку диаметр колеса все-таки небольшой тут и более болезненно ощущает маленькие шероховатости конечно но с миссисипи с по худшему качество дорог ничего мне мне там тяжело было снимать на видео из нее потому что шумновато мне шумновато у меня даже некоторые микрофоны какие-то непонятные звуки которых вообще не было почему-то изнутри показывали да вы что навеяло навеяло саванной там американской а вы не ехали через аризона резон ехал кактусы вот эти вот эти кактусы вот вот кактусы в калифорнии только встретил первый раз на дороге в калифорнию это самая пустая вообще территория очень для а вы по какой дороге то ехали откуда по 40-му интерстейту то есть в аризоне вас кактусом не не проняло никого там не было через северную я через гранд каньон ехал ну да там уже прохладнее хорошо так вы учились там в университете где-то в челябинске я нигде не учился ну школу закончили я в десятом классе последний раз был в школе и после этого я ушел на домашнее обучение чтобы не тратить свое время английский учить в итоге среднюю школу закончил это хорошо вот но никакие экзамены и к этому для поступления вместо университета я не сдавал специально чтобы чтобы на русском языке меньше общения было хорошо значит а здесь планы-то какие здесь я пока жил в орландо я уже тестировал с полгода на ютесте ну как много проектов у вас было 200 продуктов 200 продуктов вот сколько у вас максимально получалось заработать в месяц максимально я могу сказать в час в час нету будете в час а за месяц вы же больше может не работаете 40 часов в день это вообще допустим приходит проект ты как я считаю на и тесте там есть у тебя час полтора на чтобы найти баки потом можно даже не вылезать там же индусы набегут и уже там мусора создадут шить и рейтинг аспорт то есть ты будешь давать баги которые уже есть вот а если ты а индусы наши американские или откуда из индии там из ужасных стран подождите минуточку но обычно они проект дают на страну какую-то скажем вот люди жалуются из там украины россии что им не достается проектов никаких кому это я бы посоветовал что нужно через в пен через сша начать когда ты набираешь рейтинг бронзовый серебряный уже уже плевать откуда то есть если ты сша то там есть лимит на 500 долларов в месяц твой заработок друг чего максимум и это единоразовый то есть после 500 долларов сколько ты там не учись не работай тебе больше не выплатят если у тебя нет если ты где сша но если у тебя нет налоговой местной декларации у меня нет а ну так конечно потому что закон запрещает без декларации платить человеку больше 500 долларов в год не 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 в месяц а в год ну да то есть я имел что после 500 ничего не выплатят но как я делал то что я не могу получить пока эти я ставил на канаду каждое 14 и 30 числа и адрес менял они меня это такой лайфхак ну хорошо но я знаю людей которые на пару тысяч зарабатываю вот недавно у меня тут товарищ один отписал что он там что-то за месяц 4000 заработал как как-то неудачно это зависит от того сколько у вас энергии свободного времени как у вас реакция то есть вы можете спать вам придет проект ночью вообще легку если вы хотите посвятить ему время вы просыпаетесь идете но вот что я по своему заметил по своим заработкам что из 200 продуктов больше половины мне заплатили два продукта от общей суммы то есть грубо говоря так что вы делали участвовали в 200 проектов но и только два проекты два проекта заплатили вместе больше чем все остальные да ну хорошо заплатили ли так хорошо там 300 долларов в час у меня получалось сколько часов то один час неделю 300 долларов или как а зависит от билда конечно хорошо в месяц сколько можно заработать месяц я зарабатывал где-то через три месяца мне было по моему по тысячу когда я получил уже медальку серебряную уже началось там 1200 1500 ну вы сейчас какой сейчас я золотой там давно но я не тестирую пока я понял стал золотым и мне уже не интересно когда ты новенький тебе интересно это все ты пытаешься разобраться а потом ты понимаешь что люди на тебе экономят очень хорошо такой вопрос я вам задам как человеку который значит на ютесте поработал вот тут я недавно прочитал что человек пишет что вот если бы я знал там я бы не ходил в портнов компьютер скул говорит а я бы пошел на ютест и научился бы там писать баг репорты и тест кейсы вот вы как человек который там поработал вы научились писать баг порты и тест кейсы баг репорты и тест кейсы я научился писать по вашему бесплатному курсу который я прошу вам это как-то пригодилось на ютесте на ютесте вот там 10 по моему уроков по два часа 20 часов да вот три самых основных это которые про boundary и field validation только нужно на ютесте обращать внимание если не это не а то скоп 90 процентов а то скоп но если это именно не написано можете заработать еще легкие деньги на дороге инвестируют потом как баг репорты писать и как тест кейсы писать то есть вот с этими хохмачками можно уже на ютесте оперируют а чего вы к нам туда в школу приехали вы уже 200 проектов сделали значит баг репорты там научились писать тест кейсы научились писать там платно бесплатно где-то научить чего приехали вообще повышать своим профессионализм потому что то что ты пишешь баг репорты баг тест кейсы вот эти ума не надо на самом деле писать ну как по мне то есть ничего сложного если ты знаешь язык ты пишешь спокойно а что вы ожидаете у нас-то подхватить у вас я ожидаю подхватить уже что-то профессионально например там автоматизацию к вселеням или уйти куда-то дальше но это я уже сам конечно вы проводите но это первую самую работу вы как бы согласны любую взять нормальную работу или вы играете нет моя первая работа должна быть обязательно с автоматизацией или там сайт бокс тестингом берете уже ладно там получу какую какую есть и буду дальше двигаться но я с моим опытом с этими проектами на ютесте я узнал какие бывают люди какие бывают компании как они работают ну так так относительно со стороны и я уже буду на это больше внимания обращать где мне комфортнее работать то есть я такой приверегивый статус но вы же из дома работаете вы же не сидели в офисе я понимаю но вот например есть компании которые имеют к новым еще с лист за три года и там этих багов там три тысячи допустим которые они не фиксят а есть компании которые билт новый выкладывают у них нет неизвестных ошибок они тут же все фиксы вот в такой например работает приятный ты чувствуешь результаты что ты востребован да а так например вот сколько занимает времени найти баг по разному пример там допустим приложение открыл какой-то на телефоне и тут же видишь что несовершенство в табличке миллиметра не хватает но его никто на это внимание никогда не обращал я зарепортил потратил 5 минут я там 24 доллара заплатили а потому что никто не писал баг репортов 24 доллара вот это вот видите миллиметра не хватило на бэкграунде просто а потом это люди люди сфокусированы на функциональных проблемах а график юзер-интерфейс никто даже не знает о чем речь но одна наша лекция там полезно было про прогуя конечно потому что там несколько этих гуру там оттуда значит они там большие тестеры все и значит что это какой-то примитив вообще если 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 сейчас пойти если сейчас это правда но это уже но они так не потому что они делают то серьезно если сейчас пойти например на youtube и написать там тестинг график юзер-интерфейс или там тестинг гуи там и так далее кроме моего этого видео на ну у меня там по русскому по английски тоже есть кроме моего это видео на английском языке за час нет ничего вообще то есть это вот как тема как будто она не существует в природе я там ошибок путают они вот это гуи 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 и x они все при этом ну ничего страшного это можно сказать что в некотором смысле это одно и то же но я плачу рассказываю что там очень много ошибок конечно но никто чёрный мани конечно если ты не знаешь что есть такие ошибки ты их и не видишь но когда ты знаешь что они есть эти бросаются в глаза сразу и ты хорошо так а вы на интерншип хотите на интерншип да я думаю что я способен сразу работу найти хорошо вот вы пойдете искать работу сколько вы считаете вам должен ну скажем так на какую минимальную оплату вы согласны для первой работы смотря на сколько по времени контракт будет конечно допустим стандартами 33-6 месяцев вот вам бы 3-6 я задумаю что 35 до 55 это хорошего очень доллара в час на 55 так не дадут и 35 не так просто ну хорошо если сказал у 30 например вы не возьмете скажете нет буду ждать другого я посмотрю на проект который заниматься учили мне такой человек просто я как-то прошу